За счет чего часы из экипировки Ратник выдерживают ядерный взрыв? В этом ролике мы откроем 5 секретов часов 6.4.1, которые войдут в состав перспективной экипировки российских военных. Ратник. Мы расскажем, на какую максимальную глубину можно нырять с этими часами, как долго они способны светиться в темноте, причины необычного цвета корпуса и расположения головки. Расскажем, что именно защищает их от воздействия ядерного взрыва. Мы привыкли, что все военное снаряжение или равномерно черного цвета, или неравномерно зеленого. Почему армейские часы 6.4.1 имеют неуставной матово-серебристый цвет? Секрет в материале корпуса. Мы провели спектрографию материала. Судя по составу сплава, это нержавеющая сталь. Но сталь для часов необычная. Создатели Ратника заслуживают похвалы, поскольку бережно отнеслись к военному бюджету. Вместо стандарта для отрасли марки 316L они использовали сталь 304. Благодаря этому корпус Ратника получился намного более дешевым и мягким. На нем быстрее появятся царапины. Матовая фактура корпуса призвана сгладить эти недостатки. На черном покрытии тоже сэкономили, заменив его тканевой камуфлирующей крышкой. Вторая тайна часов из перспективной военной экипировки. На какую глубину с ними можно погружаться? Похоже, это загадка даже для создателей часов. В руководстве написано 30 метров, на крышке 20 метров. Проверить реальную герметичность Ратника мы попросили известного часовщика Константина Чайкина. По принятым нормам 20 метров означает защиту от непрямой струи воды, дождя. Это минимальная водонепроницаемость. Не соответствовать ей сложно. Ратник тест успешно провалил. Точнее он выдержал проверку давлением, а тест на разрежение провалил. Так что окунать часы можно разве что в банку, показанную в сюжете «Звезды». Эй, голос совести, прекращай хаять продукт. В конце концов, это часы для сухопутных войск. Как долго Ратник будет виден в темноте? Стрелки и метки часов покрыты светонакопителем. Обычно после зарядки он сохраняет свечение несколько часов. Обычно, но не в часах Ратник. Стрелки 6A4-1 не будут видны в темноте вообще, потому что циферблат под демаскирующей крышкой просто не зарядится. По этим часам будут сверять начало боевых операций. Чтобы проверить точность 6A4-1, мы приехали в компанию Клоксервис, крупнейшую сеть часовых мастерских и поставщика механизмов японских и швейцарских фирм. И при полном заводе, и при распущенной пружине, во всех положениях часы с запасом уложились в указанные в руководстве параметры. Да потому что указывать точность минус 20 плюс 60 секунд в сутки – позор для 2018 года. Часы во всех положениях спешат более чем на 40 секунд, что для современного прибора неприемлемо. Опять за свое. Погрешность – ерунда. Ее легко отрегулировать. Да? А что сделаете с амплитудой? Она всего 250 градусов. Это говорит о том, что в механизме велики потери энергии. Такое может быть в трех случаях. Сильный износ, загрязнение механизма или отвратное качество деталей. Эти часы новые. И из трех причин остается только последнее. Кстати, а что за механизм стоит внутри ратника? Подписчики канала высказали предположение, что 6Т4.1 – это банальные часы «Восток». У нас на этот счет были сомнения. И мы попросили специалистов Клоксервис вскрыть часы. Внутри перспективного российского военного прибора оказался вот такой механизм. Это не «Восток». Ни с чем выпускаемым в России, Японии или Швейцарии этот механизм не имеет ничего общего. Судя по всему, это калибр «Диксман Гуанчжоу-2813» производства Китая. И это здорово. Перед нами не просто элемент перспективного российского военного снаряжения, а результат успешного военно-технического сотрудничества. Братских держав. Ты еще расскажи, почему головка расположена не справа, а слева? Где ей неудобно пользоваться? Есть версия, что такое расположение головки заказали генералы, чтобы польстить президенту, который носит часы на правой руке. Есть и другая версия. Головка расположена неудобно, чтобы ей не пользовались вообще. Потому что узел перевода стрелок и даты в «ДИДЖИ-2813» сделан ненадежно. Им сложно пользоваться, сложно поймать правильное положение головки, но его легко вывести из строя. Зато сам механизм долговечный. В нем 31 камень. Так написано в паспорте. Олеся Розанова, специалист КЛОК-сервиса, дважды пересчитывала камни в механизме ратника. Оба раза насчитала 21. Где еще 10? Экономия военного бюджета. Зато наши армейские часы способны выдержать ядерный удар. Устройства не страшны ни солнечная радиация, ни электромагнитное облучение, даже во время ядерного взрыва. В общем, после ядерной войны на Земле останутся только тараканы и часы ратника. И нам пора открыть главную военную тайну 6-Е4-1. Что именно обеспечивает им такие способности? В механических часах антимагнитная защита механизма обеспечивается специальными экранами из магнита мягкого железа. Обычно они расположены под крышкой, под циферблатом и вокруг механизма. Питерский часовщик Виктор Латанский прислал фото часов Восток-Амфибия. Видите железную чашку? Это и есть экран. В 6-Е4-1 вместо подобного экрана мы видим лишь следы скотча на крышке. Высокотехнологичный скотч. Это и есть главный секрет. Передовая разработка, способная защитить от ядерного взрыва. Этим часам одинаково противопоказаны, что вода, что ядерный взрыв. Стой, стой, стой. Что-то мы далеко сошли. Вряд ли за разглашение военных тайн нас погладят по головке. Но очень не хочется, чтобы вот такое изделие поступило в войска. И дело не в китайском механизме. К сожалению, от замены китайского механизма на российские характеристики бы сильно не улучшились. Паспортные данные Ратника подогнаны под возможности механизма Восток-24-16Б и соответствуют технологическому уровню 70-х годов прошлого века. Если говорить всерьез, то необходимо пересматривать требования к армейским часам. Мы планируем провести сравнение перспективного российского Ратника и часов, в которых уже сегодня воюет НАТО. Напишите в комментариях, какие часы, на ваш взгляд, должна получить российская армия. И подписывайтесь на канал, чтобы увидеть больше интересного из мира точных механизмов и красивых вещей. До встречи!